Продолжение следует... И сегодня, дорогие мои девочки, для вас расклад также очень точный, называется, что приготовила вам судьба. И сегодня посмотрим на три месяца именно какие-то судьбоносные моменты в вашей жизни. Именно то, что дает вам в ближайшие три месяца судьба. Сразу вам говорю о том, что судьба всегда дает только что-то хорошее и всегда ведет вас к чему-то хорошему. А получается не очень здорово только тогда, когда вы сопротивляетесь, не видя и не понимая, куда и зачем ведет вас ваша судьба. Мы все люди пришли на землю для того, чтобы жить счастливо и радоваться жизни. И поэтому судьба вмешивается в вашу жизнь только тогда, когда хочет дать вам что-то хорошее. Вот мы сегодня с вами и посмотрим, что же дает вам судьба в ближайшие три месяца. И куда, то есть какое взять направление, куда идти, чтобы не пойти против судьбы и не сделать себе хуже. Вот на это нацелен наш сегодняшний с вами расклад. Конечно, девочки, при всем при этом напоминаю, что это все-таки общий онлайн расклад. Его точность, конечно же, зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите мне на вайбер или ватсап. Контакты смотрите внизу под этим видео. Именно пишите. Девочки, не звоните, потому что звонок мешает проведению консультаций и записи видео. Также напоминаю вам, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные расклады. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение и очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Итак, девочки, приступаем. Сосредоточьтесь сейчас на себе, почувствуйте свою интуицию, подумайте о каких-то ваших жизненных вопросах, задачах, проблемах. Скорее всего, в этом раскладе вы обязательно увидите, как лучше всего это решить, что посылает вам судьба для решения ваших вопросов. И, соответственно, даю вам 3 секундочки, чтобы выбрать колоду. Колоду выбирайте, пожалуйста, не по красоте рубашки и не по размеру, а именно почувствуйте интуитивно ту колоду, которая вас потянет к себе. Итак, 3 секундочки прошло. Если вы еще не выбрали, можете поставить видео на паузу, подумать еще. Ну, вообще, 3 секунды достаточно для правильного выбора. Я сейчас отодвигаю те колоды, на которых мы расклад будем делать чуть позже. И начинаем с первой колоды. Это Таро Телема. Прекрасная колода, очень информативная. Сосредоточьтесь, девочки, и начинаем. Сейчас посмотрим для начала, что приготовила для вас судьба в ближайшие 3 месяца. Дальше посмотрим главный, основной подарок судьбы. Затем посмотрим предупреждение и совет карт. То есть, чего делать не нужно, куда не стоит идти. Вам для того, чтобы вылетела прямо карта, это будет у нас какая-то дополнительная карта. Посмотрим в дополнение всему раскладу эту карту. Что-то вам еще судьба приготовила и еще какой-то подарок, кроме всего того, что я уже сказала. Итак, посмотрим предупреждение и совет карт. Итак, что приготовила вам судьба в ближайшие 3 месяца. Первый месяц. Девочки, я все время читаю в комментариях, вы спрашиваете, как считать месяца с момента просмотра данного видео. То есть, с того дня, когда вы посмотрели, считайте 30 дней, это месяц. Итак, первый месяц, второй месяц, третий месяц. Прекрасные карты, замечательные, просто и для жизни, и для отношений. Теперь посмотрим главный подарок судьбы. Для вас. Вот еще один подарок, я его открою. И теперь посмотрим предупреждение, карту, чего не стоит вам делать. И совет. Совет карт. Вот такие замечательные карты вышли вам. И теперь рассказываю, что же приготовила вам судьба в ближайшие 3 месяца. Итак, первый месяц, девочки, это шестерка кубков. И здесь судьба вам что дает? Дает какие-то встречи или отношения из прошлого. Это могут быть встречи со старыми друзьями, коллегами. Возможно, появление каких-то прошлых ситуаций в вашей жизни. Старых вещей каких-то. Возможно, вот будете делать уборку, да, или наводить порядок в своем доме, в своей квартире. И увидите какие-то давно забытые вещи, которые наведут вас на какие-то воспоминания. Возрождение связей каких-то. Это могут быть и деловые связи, деловые контакты какие-то. Либо какие-то действительно дружеские, родственные контакты. Налаживание отношений с родственниками, друзьями по этой карте. Встреча с какими-то людьми из прошлого. Помощь давно знакомых, возможно, даже забытых вами уже людей. Если вы в ссоре или в конфликте с вашим мужчиной, то здесь, конечно же, нежное примирение после ссоры или конфликта. Также, девочки, смотрите, для тех, кто одинок, здесь, да, встреча. Встреча судьбоносная будет с мужчиной, но мужчина из прошлого. Что значит, девочки, мужчина из прошлого? Из практики точно знаю, что мужчины из прошлого бывают разные. Может быть, выходили в один детский сад когда-то. Или в одну школу, в один класс. Или когда-то пересекались по работе. Либо, скажем, в институте, в университете, в техникуме, в колледже, да, учились вместе. Не обязательно в одной группе, ну, скажем, виделись, да. В любом случае, да, еще бывает так, мужчина из прошлого, скажем, когда-то подруга познакомилась с каким-то парнем, мимолетно, мимолетно просто, и вдруг этот парень может появиться в вашей жизни. В ней неожиданно оказывается, ну, это я вам из практики рассказываю, так бывает, что, а вот вы ему запали в душу, и вот прошло какое-то время, и он вас нашел и хочет с вами отношений. Потому что по шестерке кубков это прекрасные встречи, чувственные, счастливые, это прекрасные, счастливые отношения с перспективой брака. То есть, в принципе, вот эта встреча, которая произойдет, во-первых, она реально судьбоносна, во-вторых, действительно с перспективой брака, то есть, если вы сильно сопротивляться не будете, то это будут счастливые отношения, которые приведут к созданию семьи. Ну, опять-таки, если вы хотите, конечно, если нет, это могут быть прекрасные, чувственные встречи, будете просто наслаждаться жизнью. Если вы, ну, я уже сказала, если у вас 40 конфликтов, расставания, разрыв, развод, то прекрасное примирение и дальше счастливые отношения с вашим мужчиной. Если вы в паре или в браке, то, значит, ваши отношения станут лучше в этот ближайший месяц. Судьба и, видимо, я так вижу, что в ближайший месяц так складываются планеты и звезды для вас, что у вас действительно в ближайший месяц будет очень и очень счастливым и в отношениях, и в других сферах жизни. Ну, коснусь теперь других сфер жизни, девочки, если вы ищете работу, то здесь по шестёрке кубков вы найдёте прекрасное место работы, где сразу буквально заслужите признание в коллективе. Будет хорошая зарплата, то есть вам работа будет очень и очень нравится, вы будете довольны и счастливы, и даже будет, учитывая, что действительно эта работа вам будет по судьбе, действительно ощутите своё призвание, то есть вам будет очень нравится то, чем вы занимаетесь. Здесь нет именно смены работы, но вполне возможно, больше всего, девочки, здесь возможны предложения, и вот найдёте вы работу, то есть будут предложения именно из прошлого, то есть, ну, опять-таки, какие-то знакомые из прошлого будут предлагать работу, либо, возможно, те места, где вы уже работали, либо хотели куда-то устроиться, вот очень хорошо здесь проиграется, если вы хотели получить какую-то работу, вот работа вашей мечты, то здесь, скорее всего, вы получите это место работы, о котором мечтали. Вот, ну, для тех, кто работает, у кого всё прекрасно, здесь налаживание отношений в коллективе, прекрасно, прекрасные просто будут отношения с начальством, с коллективом, полная гармония и взаимопонимание, кроме того, здесь победа, заслуженный успех, триумф, да, то есть признание на работе, вас, скорее всего, начальство вас заметит, похвалит, в коллективе будет всё прекрасно, то есть именно с вашими коллегами по работе, то есть карта замечательная во всех отношениях. Дальше коснусь немножко бизнеса, по шестёрке кубков здесь очень хорошо налаживание каких-то партнёрских отношений, улучшение партнёрских отношений, и, скорее всего, возникнут какие-то партнёры из прошлого, тоже в хорошем смысле, то есть стоит завязывать партнёрские отношения, здесь вполне хорошая будет прибыль, конечно же. Развитие вашего бизнеса тоже будет благоприятно, вы достигнете успеха, чем бы вы ни занимались. Очень хорошо здесь будет, если ещё у вас нет своего бизнеса, то здесь, если вы начнёте заниматься каким-то делом, о котором давно думали уже, то есть опять-таки что-то связанное с прошлым. Нежелательно начинать прям совсем что-то новое. Вот, к примеру, пришёл человек и говорит, давай заниматься вот этим, а вы об этом первый раз слышите. Вот это нежелательно, это неблагоприятно, это не по судьбе здесь. Поэтому здесь вы будете довольны и счастливы, если сразу оцениваете то, что вам предлагают. Связано это как-то с прошлым или это что-то новое. Если новое, то нет. И в бизнесе то же самое. Налаживание взаимосвязи с партнёрами, с которыми вы уже состоите или состояли в партнёрских отношениях, да. Внесение изменений, скажем, в производство товаров, услуг, в продвижение товаров, услуг, какие-то изменения, да, благоприятно. Но внедрение какой-то новой технологии, нового товара будет неблагоприятно здесь, да. У вас будет идти именно то, что уже проверено, да. Либо, может быть, у вас в прошлом была какая-то интересная идея. Вот здесь прекрасно будет её воплощение. Уже в готовый бизнес или открытие нового бизнеса. То есть занятие. Но идея должна быть уже продумана в прошлом. То есть в любом случае должна быть именно вот эта вот взаимосвязь с прошлым. Поэтому вот так именно оценивайте. Здесь благоприятно всё, что уже когда-то было, да. То есть или мысли, которые были, или идеи, которые были, или партнёры, которые были. Вот. И самое главное, вот мысль. Здесь первый месяц. То, что вам реально по судьбе, то, что вам реально, как бы, судьба сейчас вот даёт, то, что вам нужно сделать, это налаживание отношений с родственниками, друзьями, коллегами, со всеми знакомыми из прошлого, которые будут в этот период появляться. То есть если даже появляются какие-то люди, с которыми у вас были конфликты в прошлом, налаживайте с ними отношения. Это будет для вас благоприятно. Это то, что даёт вам судьба. Позже вам эти люди понадобятся. Они сделают для вас какое-то доброе дело. То есть я вижу просто все карты, вижу дальше. И здесь действительно вам это будет нужно. То есть судьба вам это даёт неспроста, появление людей из прошлого. Дальше. Второй месяц. А, по здоровью не сказала ещё, по шестёрке кубков. Именно здоровье будет прекрасным. Угроз никаких не предвидится. Здесь возможны какие-то заболевания. Если вы в детстве не болели какими-то детскими болезнями, то здесь возможны именно какие-то проявления каких-то детских болезней. А в целом здоровье будет прекрасным. Угроз в любом случае по здоровью никаких не предвидится. Дальше. Следующая карта. Это у нас четвёрка мечей. И по четвёрке мечей второй месяц вам по судьбе восстановление сил, какой-то отдых, отпуск, может быть, поездка в санаторий, может быть, какое-то путешествие. Либо же, смотрите, возможно, вам просто захочется побыть в одиночестве и реально собраться с силами. Может быть, какая-то передышка или перерыв в делах. Но здесь, имейте в виду, здесь не уход с работы, не смена с работы. А здесь действительно какая-то передышка. Больше похоже это на отпуск. Либо вам, ну, бывают такие периоды, когда вы даже и работая, как бы продолжаете, ну, вот желание, то есть очень много общения будет в первый месяц. Во второй месяц вам захочется побыть в одиночестве. Возможно, вы просто вечера захотите проводить в одиночестве, да, скажем там, сидя перед телевизором или за компьютером. Вот. Вам просто нужно будет отдохнуть, собраться с силами, проанализировать какую-то, ну, текущую ситуацию. Вот. И этот период тоже дан вам судьбой. То есть имейте в виду, что вот второй месяц вам обязательно нужно найти время для отдыха, для себя, для того, чтобы собраться с силами, отдохнуть и проанализировать. Очень благоприятно здесь будет взять отпуск. И желательно, да, не какие-то там экстремальные виды спорта использовать, да, или экстремальный отдых, а именно вот что-то такое очень-очень спокойное. Прекрасно здесь будут, то есть если даже отпуск у вас взять не получится, прекрасно здесь, конечно же, по четверке мечей будут медитации. То есть занимайтесь медитациями, их в интернете, в ютубе очень много. Найдите те, которые вам приятны, которые вам нравятся. И просто, просто по вечерам, скажем, какое-то время уделяйте себе, расслабляйтесь для того, чтобы набраться этот месяц сил. Потому что именно вот этот месяц вам судьба дает именно для того, для отдыха, именно для того, чтобы набраться сил. Также еще не сказала четверка мечей конкретно по здоровью. Если были какие-то у вас заболевания, то здесь, конечно же, уже будет выздоровление. То есть если даже что-то будет, хотя вряд ли после шестерки кубков я не увидела болезней. Но даже если какое-то будет недомогание, то здесь, конечно же, будет выздоровление или избавление от любых болезней. То есть здоровье по четверке мечей, конечно, у вас будет прекрасное. Дальше. Следующая карта – это старшая аркана императрицы. Это третий месяц. Посмотрим, что третий месяц приготовила вам судьба. Судьба именно приготовила по императрице. Здесь, что касается бизнеса, смотрите, прекрасные партнерские отношения, прекрасное развитие бизнеса. Налаживая, опять-таки, девочки, налаживание отношений с друзьями, коллегами, партнерами, родственниками. Очень благоприятно этот третий месяц наведения красоты. В доме, в квартире, на вашем рабочем месте. Создание уюта. Может быть, кто-то собирается затеять ремонт. Очень будет благоприятно. Открытие бизнеса в сфере красоты. И искусство также будет очень благоприятно. Для некоторых здесь, смотрите, получение наследства. И еще выгодное знакомство какое-то. Причем, знакомство по императрице выгодное может быть для замужества, потому что старший отказ императрицы – это карта жены в колоде Таро. Либо для бизнеса. Но если для бизнеса, то здесь выгодное партнерство, выгодное предложение. Это будет очень даже перспективно. Поэтому вот здесь, конечно, обращайте внимание на те предложения. Именно партнерские какие-то предложения. Но, опять-таки, партнерское предложение, к примеру, если вам предлагают работу, то это тоже можно считать, конечно же, партнерским предложением. Здесь очень выгодные будут предложения. По большей степени здесь будут какие-то у вас приятные именно семейные хлопоты. Будете много заниматься именно семьей, детьми, родственниками. Обязательно здесь, вот начиная буквально с первого месяца, и вот прям красной нитью, девочки, идет налаживание отношений. С родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми, со всеми, кто будет появляться из прошлого. Да, то есть по всем трем месяцам идет. Это все неспроста, поверьте мне. Я вижу остальные карты, то есть это все специально вам дает судьба. То есть это действительно нужно вам для жизни. Также, девочки, для тех, кто в паре, здесь, скорее всего, у вас будет предложение руки и сердца. И завязывание каких-то новых знакомств. Также третий месяц, то есть если вдруг в первый месяц вы не захотите, то есть появятся люди из прошлого, ну, то есть мужчина из прошлого, да, ну, мало ли, не захотите вы с ним, к примеру, отношений, да, то вот здесь по императрице, это еще и старший аркан, это новые знакомства, но здесь уже новые, здесь не из прошлого. Будут новые знакомства именно с перспективой брака. Причем по императрице, конечно, брак будет счастливым. Забота о красоте, о красоте дома, квартиры, как я уже говорила, создание уюта, но и о собственной красоте тоже. Для кого-то это будут, ну, то есть если у вас только начало отношений, самое-самое, или роман по интернету, к примеру, то здесь, возможно, вы будете уже, начнете уже строить серьезные планы на совместную жизнь или совместную деятельность. Если это у вас знакомства для бизнеса, да, то есть новые партнерские отношения какие-то, то это будут действительно серьезные, долгосрочные партнерские отношения. Если вы здесь устроитесь на работу в этот третий месяц, то есть если вам нужна работа, смотрите, выгодное предложение будет, не пропустите его, ну, вообще это вам дает судьба. Я уже говорила о том, что когда мы начинаем сопротивляться, тогда у нас и получается все не очень хорошо, собственно. Так что здесь будет выгодное какое-то предложение, его, конечно, лучше принять. Это то, что вам по судьбе, это также будет прекрасное место, особенно для тех, кто в поиске работы. Прекрасное место именно для долгосрочной работы, да, то есть вы устроитесь на работу и будете здесь, ну, на этом конкретном месте работать очень долго и будет вам, конечно, все нравиться. Также еще по императрице, для тех, кто работает, скажем, давно уже работает на своей работе, вот первый месяц я видела успех, да, признание, вот здесь возможно повышение в должности. Вот, то есть выгодное предложение, это не обязательно усмение работы. Это, возможно, вам дополнительно к вашей работе, либо новую должность предложат, либо что-то еще. По бизнесу также прекрасное развитие, но имейте в виду, что здесь вот прям красной нитью идет именно партнерские отношения. Это то, что будет очень и очень благоприятно. Дальше смотрим предупреждение по... А, подождите, подарки судьбы. Первый подарок судьбы это десятка мечей. Десятка мечей, конечно, вы понимаете, карта сама по себе обозначает не очень хорошее событие. Но в позиции подарков судьбы она говорит лишь о том, что вам нужно. Отпустить прошлое. Вам нужно отпустить. У вас происходит завершение сейчас какого-то жизненного этапа и начинается новая, более счастливая жизненная полоса. Всегда говорю, что по башне и по десятке мечей разрушается только то, что должно быть разрушено. Но в позиции подарков судьбы десятка мечей говорит о том, что отпустите вы уже это прошлое. Отпустите вы все свои страдания, переживания. потому что у вас реально наступает благоприятный период. У вас наступает белая полоса, счастливая полоса вашей жизни. Вот куда ведет вас судьба. Поэтому отпустите вы все свои страдания, переживания, страхи, потери. Все это отпустите. Простите, искренне простите людей из прошлого. Вот о чем говорила как раз таки шестерка кубка. Простите их. Отпустите все обиды. Перестаньте на кого-либо обижаться. На мужчин, на женщин, не знаю. На родственников. Вот какой вам дает подарок судьба. Судьба дает вам перемены к лучшей жизни. Но для этого вам нужно отпустить прошлое. Не просто прошлое, а отпустить страхи, переживания, обиды из прошлого. Тогда у вас все наладится. То есть судьба вам реально дает прекрасные события. Но при этом, хотя это и не предупреждение, но вот так судьба распорядилась. И я уже сказала, что одна карта выпала сама. Судьба – это какой-то дополнительный подарок дает вам судьба. И это семерка кубков. Семерка кубков говорит о том, что если вы отпустите все свои страхи, страхи, также обиды, переживания, то все ваши желания исполнятся. Вас действительно ждет новый счастливый жизненный период. Дальше. Предупреждение. Предупреждение или совет карт. Нет, совет будет еще чуть позже. А здесь совет именно как предупреждение. И по девятке пентаклей здесь совет. Ну, немножечко нужно забыть о своих собственных интересах. То есть как-то вот свои собственные интересы отодвинуть на второй план ради налаживания отношений с другими людьми. И это вот период, когда вам нужно, конечно, заботиться о красоте, но не нужно сильно заботиться о себе, да. Не нужно себя баловать. А наоборот, нужно вот период такой, девочки, именно направить себя на налаживание отношений с другими людьми. Вот это самое главное. То есть не на себя сейчас держать, как я всегда говорю, любите себя, да. А вот. А именно взять курс сейчас на других людей. Ваша главная задача, то есть куда вас ведет судьба, наладить отношения со всеми людьми вокруг. Вот это ваша главная задача сейчас на ближайшие три месяца. Для того, чтобы... Это подсказка судьбы. Для того, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас все получалось, чтобы у вас была счастливая жизнь в целом, да, во всех сферах жизни, чтобы у вас все было прекрасно. Ну, а совет карт, теперь, девочки, по тройке кубков. Вот здесь я хочу сказать, что вам понадобится помощь друзей, родственников, каких-то забытых людей из прошлого. Вам понадобится поддержка. У вас действительно будут происходить... Вот сейчас, буквально, вы стоите на пороге грандиозных перемен. Да, это перемены в лучшую сторону. Но при всем при этом вам понадобится обязательно поддержка и помощь друзей, знакомых, родственников, даже каких-то людей из прошлого, с которыми, как я говорила, возможно, даже был какой-то конфликт. Вот посмотрите. Вам помогут те люди, от которых вы помощи вообще даже не ждете. И период, когда вам нужно будет расслабиться, проанализировать свою жизнь и набраться сил для следующего мощного рыбка, потому что по императрице, конечно, у вас тут будут такие серьезные, серьезные судьбоносные события, да, то есть предложения различные, различного характера в разных сферах, конечно же. Не сказала по императрице здоровье. Конечно, по императрице будет прекрасное здоровье. Самое главное здесь позаботьтесь о своей красоте. Но, тем не менее, о красоте нужно заботиться, но все-таки свои интересы нужно будет немножечко отодвинуть на задний план. То есть вот эти три месяца вам нужно будет все-таки посвятить себя интересам других людей. То есть попытайтесь подстроиться именно под других людей. И поверьте мне, другие люди вам помогут тогда, когда вам... Я не говорю в трудный период, просто вам, вот в этот период, вам нужна будет помощь других людей. И у вас все получится. Прислушайтесь к тому, что говорит вам сама судьба. Что для вас лучше. Вот судьба считает, что вот это для вас лучше, это то, что вам сейчас нужно. И тогда, естественно, судьба вам дает исполнение всех ваших желаний. Вот такая прекрасная, девочки, первая позиция. Переходим теперь ко второй позиции. И вторая позиция. А, девочки, одну минуточку. Посмотрите, вот здесь сверху подсказки на другие мои видео, которые также помогут вам улучшить свою жизнь и ответят на многие ваши вопросы. Посмотрите их обязательно. И переходите в конец видео. Там, как всегда, будет карта исполнения желаний. И дальше. Теперь вторая колода. Это Таро Снов. Так, смотрим, что же приготовила судьба для всех тех, кто выбрал вторую колоду на ближайшие три месяца. Итак, первый месяц. Девочки, все время, читая в комментариях, вы спрашиваете, с какого момента отсчитывать время. С момента просмотра данного видео. Посмотрите, какого числа вы посмотрели. И отсчитывайте ровно 30 дней. Первый месяц. Второй месяц. Третий месяц. Прекрасные подарки судьбы. Главный, основной подарок судьбы. Давайте посмотрим. Предупреждение. Чего не стоит делать, чего лучше избежать. И советка. Итак, девочки, рассказываю, что же приготовила именно вам судьба в ближайшие три месяца. Первый месяц вам судьба дает такие прекрасные события. По королеве жезлов. Во-первых, если вы ищете работу или мечтаете о смене работы, то вас ждет работа по призванию. То есть, действительно, работа, от которой вы будете получать удовольствие. Полная самореализация. Связано это, скорее всего, будет либо с какой-то публичной деятельностью. Может быть, связано с магией, эзотерикой. Это все очень благоприятно будет. Или политикой. Может быть, вы начнете, помимо работы, еще заниматься какой-то деятельностью, связанной с эзотерикой, магией или политикой. Возможно, создадите свое какое-то общество. Либо станете лидером какой-то партии. То есть, это все вполне возможно. Что касается бизнеса. Здесь у вас, честно говоря, будут, посетят вас такие очень перспективные идеи. Благодаря которым ваш бизнес выйдет на новый уровень. Также я уже сказала, что вы можете начать заниматься чем-то, связанным с публичной деятельностью. Опять-таки, публичная деятельность. Это и, ну скажем, блог в интернете, это тоже публичная деятельность. То, чем я занимаюсь, вот то, что вы сейчас видите, это тоже публичная деятельность. То есть, выступление на публику. Ну, это может быть и работа какая-то, связанная с публичной деятельностью. Также можно отнести к публичной деятельности, если вы будете рекламировать свой товар или услугу на широкие массы. Это также публичная деятельность. Также можно рекламировать через интернет. Естественно, это тоже будет все прекрасно. Добьетесь вы признания и успеха сами, если у вас есть свой бизнес или работа, неважно. В любом случае, вы добьетесь именно какой-то славы, авторитета в обществе. Займете какие-то лидерские позиции. Независимо от того, чем вы занимаетесь. Если у вас свой бизнес, и вы реализуете какой-то товар или услугу, да, но чем-то занимаетесь, также вы добьетесь каких-то лидерских позиций. То есть, ваш товар или ваша услуга займут высокое положение. Естественно, бизнес будет приносить больше прибыли. Если же это касается работы, то слава, успех, который вас ждут в ближайший месяц, который дает вам судьба, так сложатся удачные обстоятельства, что вы действительно добьетесь, даже если у вас новая работа, то есть, вы ее только найдете, все равно вы уже успеете в ближайший месяц добиться успеха. И также осознаете действительно, что вы осознали своего призвания, да, что вы счастливы от того, чем вы сейчас будете заниматься в ближайший месяц. Дальше. Ждет вас еще встреча с роковой женщиной, уверенной и яркой. Это может быть и партнер по бизнесу вам, женщина, которая поможет вам продвигать ваши товары, услуги. Причем, да, действительно, по королеве жезлов, действительно, это именно продвижение. То есть, это не новое какое-то направление, да, именно продвижение. Но те, кто хотят каким-то своим делом заняться, или только хотят открывать бизнес, то также обратите внимание именно на продвижение. Либо эта женщина еще в чем-то, в любом случае, встреча будет, еще в чем-то поможет. Если вы ищете работу, поможет вам устроиться на работу. Возможно, это будет начальница, которая как раз-таки вас заметит, и, возможно, даже здесь и повышение в должности. Если вы работаете, то, скорее всего, если у вас женщина начальник, то она вас заметит и предложит повышение в должности. То есть, карьерный рост вас ждет. В любом случае, вот эта женщина яркая, уверенная в себе, она сыграет очень хорошую роль в ближайший месяц вашей жизни. То есть, конкретно поможет вашему продвижению, либо продвижению вашего бизнеса, либо вашего продвижения лично. Если вы в паре или в браке, то это будут отношения весь в ближайший месяц, основанные на страсти и искренности. Вы почувствуете, что вы действительно друг к другу по судьбе, что вы действительно смысл жизни друг друга. Если вы одиноки, то вас в ближайший месяц ждет яркое приключение сексуального характера, но без продолжения. То есть, быстрый страстный роман. Если у вас суроконфликт расставания и разрыв-развод, то вас ждет прекрасное страстное примирение. Но здесь, девочки, именно с вашей подачи, да, то есть вы должны сделать какие-то действия в сторону мужчины для примирения. Вот такая прекрасная позиция, да, прекрасный месяц. Такие судьбоносные события вас ждут. Дальше переходим ко второму месяцу. Смотрим именно второй месяц, какие здесь ждут вас судьбоносные события. То, что вам дает судьба? Что приготовила для вас судьба на второй месяц? Во-первых, прояснение ситуации на работе, в бизнесе, в личной жизни, в любой из сфер. Да, не сказала, первый месяц здоровье будет прекрасным. Если вдруг у вас были какие-то заболевания, то произойдет выздоровление благодаря вашему собственному оптимизму и такой яркой энергии. Второй месяц. Продолжаем теперь прояснение ситуации. Для кого-то это будет раскрытие, может быть, раскрытие какой-то тайны, или вы получите ответ на вопрос, который вас давно мучил. Для кого-то это будет получение какой-то долгожданной информации. Могут прийти какие-то документы по ТУЗу мечей, которых вы давно ждали. Разрешение каких-то вопросов, которые вас мучили. Возможно, вас посетят в этот месяц какие-то перспективные идеи, которые принесут вам хорошую прибыль, если это касается бизнеса. Но это может касаться и работы. То есть, действительно, реально какие-то перспективные идеи, воплотив которые вы получите заслуженный успех. Вот я дальше вижу прибыль, премию, к примеру, повышение. То есть, вполне все это возможно. Немножечко дальше перспективные идеи вас будут посещать именно вот этот месяц. У вас также целый месяц будут происходить какие-то озарения, инсайты. То есть, вы как-то вот по-другому начнете. Это то, что дает вам судьба. По-другому начнете видеть мир, жизненные ситуации. Увидите решения всех ваших вопросов и проблем. То есть, ярко прямо у вас. То есть, действительно, произойдет озарение или инсайд. И вы реально увидите свою жизнь совершенно по-другому. Дальше. Третий месяц. А, подождите, девочки, я уже перепрыгиваю. Про личные отношения, конечно же, не сказала. По тузу мечей у вас возможны конфликты мелкие. В отношениях это для тех, кто в паре. Если у вас были ранее 40 конфликтов, расставания, разрыв, развод, то вот здесь еще вы будете выяснять отношения между собой. Так же, вот здесь я сказала, короткий, но быстрый роман. Здесь еще я вижу продолжение. То есть, если роман начнется в первый месяц, то здесь я вижу продолжение этого страстного романа. Если же здесь будут какие-то новые отношения, новые знакомства, то так же это будет бурный, страстный роман, но тот так же не длительный, то есть короткий. Переходим теперь к третьему. По здоровью еще. Никак, не уйду от этой карты. По здоровью. Здесь будьте внимательны, берегите свое здоровье, потому что, конечно, по тузу мячей возможны какие-то травмы. Поэтому они возможны. Но туз мячей предупреждают, что просто берегите свое здоровье. Потому что читаю я в комментариях, что многим не нравится такой прогноз по здоровью. Я говорю лишь о том, что берегите себя, берегите свое здоровье. Прогноз на самом деле благоприятен. Опасайтесь нервного перенапряжения. Оно может быть связано с таким вот очень быстрым, энергичным месяцем. Потому что здесь действительно, вот и первый, и второй месяц, действительно у вас были много энергии, много событий. И вполне возможно нервное перенапряжение, поэтому берегите себя. Ну и если у вас, к примеру, запланировано оперативное вмешательство на этот месяц, то прогноз благоприятный, все пройдет замечательно. Третий месяц, наконец-то, теперь переходим к третьему месяцу. Это девятка Пентаклей. И здесь судьба вам приготовила также прекрасные события. Здесь вы получите уже заслуженную прибыль, потому что постарались в предыдущие два месяца, когда у вас была энергия, было желание. Повышение по карьерной лестнице, либо повышение уровня вашего бизнеса, то есть продвижение конкретного, то, о чем я говорила в начале. Здесь это уже все произойдет. Здесь вы уже получите заслуженный успех. Наслаждение жизнью, слава, увеличение доходов. И для кого-то может быть даже крупный подарок. То есть здесь все прекрасно. Отношения. Вот здесь, девочки, если у вас завязываются отношения, новые знакомства, то здесь будут красивые ухаживания и вполне серьезная перспектива отношений. То есть первые два месяца все знакомства, которые у вас будут, это какие-то кратковременные, бурные отношения, страстные отношения. Вот третий месяц, здесь знакомства уже будут более серьезные. Поэтому имейте в виду, что именно третий месяц уже, смотрите, будут какие-то серьезные поклонники вашей жизни. Если у вас 40 конфликтов, расставания, разрыв, развод, то у вас примирение здесь начнется. И к третьему месяцу у вас в отношениях с вашим мужчиной, с которым будет примирение, наступит уже стабильность и комфорт. И гармония еще в ваших отношениях. То есть уже окончательное примирение, и вы будете уже счастливы. Если вы в паре или в браке, то ваши отношения, конечно, здесь станут значительно лучше, чем предыдущий месяц, потому что здесь будут у вас мелкие конфликты. Третий месяц уже наступит гармония, взаимопонимание, и вы будете с вашим мужчиной или мужем наслаждаться жизнью. Кроме того, здесь действительно будет прям хороший приток денег, большой приток финансов. По здоровью. Прекрасное состояние здоровья. Обратите внимание на пищеварительную систему. То есть питайтесь правильно. Дальше. Следующая карта. Это у нас главное событие. Важное самое или судьбоносное. По семерке жезлов, девочки. Это, конечно же, то, что главное вам дает судьба, она дает вам силу и энергию. Для того, чтобы вы могли победить в борьбе с конкурентами. Вот я говорила о рекламе. Здесь будет борьба первый месяц. С завистниками, недоброжелателями на работе. Вы добьетесь признания, да, признания успеха буквально уже в первый месяц. Это все вам дает судьба, она вам дает силы и энергию для всего этого. Также, естественно, не только силу и энергию дает вам судьба, но кроме всего этого еще и победу. То есть все у вас пройдет замечательно именно в вашу пользу. То есть и борьба с конкурентами, и отстаивание своих каких-то интересов, да. В любом случае, чего бы это ни касалось, работы, бизнеса, личных отношений. Судьба здесь вам дает именно не только силу, энергию, да, и подталкивает вас к этим действиям, но еще и дает прекрасное стечение обстоятельств, то есть удачу и успех посылает вам судьба в качестве подарка. Дальше предупреждение. Вот я хочу сказать предупреждение. Совет карт говорят об одном и том же. По старшему аркану смерть отпустите прошлое, поддайтесь тем переменам, которые дает вам судьба. Примите эту энергию и вперед к лучшей жизни. То есть действительно отпустите прошлое и двигайтесь вперед, говорит старший аркан смерти. В качестве предупреждения вам и пятерка кубка говорит о том же, не стоит сожалеть о прошлом, не стоит переживать. Двигайтесь вперед в поисках лучшей жизни, к новым горизонтам, к новым отношениям, к новым перспективам. Все у вас получится. Ну и то, что у вас получится, я вам уже рассказала. Рассказала, что у вас действительно реально все получится. И здесь как предупреждение и совет, отпустите прошлое, отпустите переживания, страдания, не знаю, страхи ваши, отпустите все, абсолютно у вас получится. Судьба вам действительно здесь дает такие очень хорошие подарки. Да, силы приложить, конечно же, придется, но у вас все получится. Я в этом абсолютно на 100% уверена, и вас ждет действительно новая жизнь, наполненная радостью и счастьем. Посмотрите, вот здесь появится подсказочка на другие мои видео, которые также помогут вам улучшить вашу жизнь, ответят на любые ваши вопросы. И переходите теперь в конец видео, там, как всегда, будет карта исполнения желаний. Я перехожу к следующей колоде. И следующая колода – это зеркало судьбы. Итак, девочки, смотрим. Для всех, кто выбрал эту замечательную колоду, зеркало судьбы, какие для вас приготовила судьба подарки на ближайшие три месяца? Это подарки и события важные для вас. Именно судьба, что для вас приготовила в ближайшие три месяца? Смотрим на колоде. Как раз таки зеркало судьбы. Итак, первый месяц. Пока не вытащила карту, девочки, постоянно читаю в комментариях, как высчитывать месяца с момента просмотра данного видео. Посмотрите, какого числа вы посмотрели и отсчитывайте тридцать дней. Так, первый месяц. Второй месяц. Третий месяц. Тоже перемена дает вам судьба и тоже к лучшей жизни. Основной или главный подарок судьбы в эти три месяца. Предупреждение. Чего нужно избежать в эти три месяца. И совет карт. Очень много фигурных карт в вашем раскладе. Совет по колеснице. Как раз судьбоносная карта старшего колесницы. Так, девочки, рассказываю. Первый месяц. Вам судьба приготовила такие интересные события в вашей жизни. Во-первых, вам нужно продумать план, проявить блестящий интеллект и силу воли. Вас впереди ждет власть и работа с какой-то техникой. Ну, техника это может быть. Компьютер это тоже техника, да. Автомобили это тоже техника. Кроме того, ждет вас еще появление в вашей жизни мужчины. Сильного, умного, высокопоставленного, несколько холодного и сдержанного, но интеллектуально развитого. У некоторых произойдет повышение по службе, благодаря чему вы получите власть. Либо это может быть повышение уровня вашего бизнеса, если вы бизнесом занимаетесь, да. Вот. Вас ждет удача во всех проектах, в которых вы участвуете, вот этот ближайший месяц, вот. И у вас возникнут какие-то новые перспективные идеи в отношении работы или бизнеса. Кроме того, у вас прям действительно будет такой интеллектуальный инсайт, когда вам все будет легко. То есть перспективные идеи, планы. У вас будет масса просто идей, причем очень действительно перспективных, да, которые можно воплотить в жизнь. И вот здесь сразу начинайте все это делать, начинайте воплощать в жизнь. Судьба вам действительно помогает. И вот этот высокопоставленный мужчина также, то есть если у вас, по-нему, открытие нового бизнеса, да, или своего дела, возможно, вам нужна будет какая-то лицензия, какие-то документы. В любом случае, вот какой-то высокопоставленный чиновник также вам поможет, то есть судьба вам посылает такого мужчину для помощи. Кроме того, это может быть какой-то партнер по бизнесу, который также поможет поднять ваш бизнес на новый уровень. Или же это может быть, то есть для личной жизни это может быть мужчина. Вот. Вполне даже серьезные, то есть могут быть вполне очень серьезные даже отношения. Если вы одиноки, если у вас 40 конфликт расставания, разрыв, развод, то смотрите, здесь, скорее всего, конфликты и ревность продолжатся со стороны вашего мужчины. Вот. Если вы в паре или в браке, также возможны конфликты и ревность. Но, как мы говорим, всегда судьба нам посылает что-то хорошее. По крайней мере, здесь нужно вам будет проявить мудрость, интеллект в отношениях с вашим мужчиной. Вот. Для того, чтобы гармонизировать ваши отношения. И это вам дается, то есть эти конфликты, они же тоже помогают укреплению отношений. По крайней мере, вы проясните ситуацию и выведите отношения на какой-то другой уровень. На уровень взаимопонимания и гармонии. Дальше. Второй месяц. А, по здоровью не сказала. По здоровью обратите внимание на голову. У кого-то могут быть мигрения или еще что-то. Ну, в любом случае, это голова. То есть обратите внимание именно на свою собственную голову. Берегите себя. Это предупреждение, естественно. Если у кого-то назначены операции на данный период, то есть действительно нужно оперативное вмешательство, то ищите именно опытного врача. Советует карта. Переходим к следующему месяцу. Второй месяц. Что же приготовила вам судьба? А вот здесь, смотрите, благодаря... То есть перемены у вас начнутся уже первый месяц. Да, это и повышение по службе, и новый уровень в бизнесе, и партнерские, новые партнерские отношения, как в личной жизни, так и в работе, и в бизнесе. Не сказала еще те, кто ищет работу. Конечно же, вы ее здесь найдете в ближайший месяц. Вот. И уже у вас прямо вот все будет кипеть на новом рабочем месте. Второй месяц по восьмерке кубков вас ждут перемены. Но здесь как-то вот я хочу сказать, что вот эта высокая планка, которой вы добьетесь, да, вот в первый месяц буквально, вот это как-то вот слишком будет для вас высоко. Я хочу сказать, что второй месяц вы как-то вот оставите свои позиции. То есть, честно вам скажу, вы будете не рады тому, чего вы добьетесь в первый месяц. Это для вас будет слишком, слишком много, слишком трудно, слишком тяжело, возможно. Вот. И по восьмерке здесь, смотрите, освобождение от иллюзий, да, и здесь обязательно нужно, конечно, посмотреть реально на ситуацию. То есть, чего вы достигли. Вот здесь вы строите планы, вы идете вперед к своей цели, достигаете, все у вас получается. Судьба к вам благосклонна, она вам все это дает. Вот. Ну вот здесь вы поймете, что это, то есть, то, чего вы достигли, что это вообще не ваше, вообще вам это не нужно. И совершенно по-другому, вообще посмотрите на жизненные ситуации, что вам захочется перемен. Перемен, то есть, я бы сказала, что вам захочется какой-то другой, новой, лучшей жизни. Вот. И здесь может быть и смена работы, причем по вашей инициативе, и поиски какой-то новой жизни, и переезд, возможно. Переезд как в другой город, на другую квартиру, в другой дом, так и вообще в другую страну даже. Вот. Причем переезд этот у вас, если, то есть вообще вот эти перемены, которые вы тут задумаете, они у вас затянутся на два месяца. Но это действительно перемены, данные, опять-таки. То есть здесь первый месяц судьба дает вам пик, пиковую ситуацию, то есть успех во всем. И потом вот действительно резкий срыв, причем это не разрушение чего-то. По восьмерке кубков это не разрушение. Это реально вы посмотрите другими глазами на ситуацию и решите. Вообще коренным образом, сами придете к тому, чтобы коренным образом поменять свою жизнь. Да, судьба вам здесь помогает. И действительно, скорее всего, вам и нужны эти перемены. Вот. Поэтому, то есть здесь перемены, опять-таки, они не внезапные. Да, они осознанные вами. То есть вам захочется какой-то новой, лучшей жизни. И перемены здесь будут реально вами продуманы. Также здесь перемены могут коснуться и отношений. Кто-то захочет поменять партнера. Вполне возможно, да. Потому что здесь будут конфликты. Я сказала сразу, что конфликты вам здесь даны и не просто так. Либо вы все-таки найдете гармонию, либо взаимопонимание, либо вы решите расстаться со своим партнером. Вот. То есть может быть и смена партнера, а также может быть смена статуса, да, или формата отношений. В любом случае какие-то перемены, но именно продуманные вами, потому что вот здесь у вас прям быстрые решения, быстрые события, быстрые действия. Все быстро, быстро, быстро. У вас будет много энергии первый месяц. И вы действительно достигнете во всем пика, пиковой ситуации. И здесь все. И вы посмотрите на все, чего вы достигнете. Вы достигнете всего, чего вы тут запланируете. И решите, что вам это все не нужно. И придете к решению поменять свою жизнь. И вот здесь буквально уже второй месяц вы начнете продумывать как раз вот эти самые перемены. Дальше. Третий месяц. По здоровью не сказала. Здоровье, в принципе, по восьмерке кубков будет неплохое. В целом предупреждений здесь тоже особых нет. Ну, может быть какое-то перенапряжение, какие-то страхи. Ну, что-то связанное с нервами, естественно. Связанное с перенапряжением. Ну, потому что действительно вот такая вот будет пиковая ситуация. Потом резкий спад. Вот. Поэтому, конечно, в первую очередь подумайте о том, чтобы сократить перегрузки, да, не поддаваться каким-то страхам. Для того, чтобы ваша нервная система как бы была в порядке. Для того, чтобы вы действительно, реально посмотрели на ситуацию. Дальше. Третий месяц это старший аркан, шут или дурак. И это говорит как раз-таки о новых начинаниях. Я хочу сказать, смотрите, здесь разрушения бизнеса нет. но вы просто посмотрите и решите, что возможно, вы слишком много, то есть, ну, бывает ситуация, когда вы просто тянете бизнес на себе. И, возможно, вы решите займяться чем-то другим. Но здесь нет именно разорения бизнеса, да, или разрушения, потому что это не башня, это не десятка мечей. Хотя по башне и по десятке мечей это тоже такие судьбоносные моменты во благо. Здесь именно ваши решения. Скорее всего, вы решите начать новый бизнес, не разрушая, может быть, старый. Либо, может быть, возьмете новое направление, которое какое-то в бизнесе, то есть, новую услугу ведете, или новый продукт какой-то начнете производить, да, или предоставлять новые какие-то товары, или поменяете, то есть, начнете новое сотрудничество с кем-то, да, то есть, конкретно партнеров новых найдете. Такое тоже возможно, потому что я вижу, конечно, здесь подарок судьбы, здесь какой-то новый партнер у вас идет по бизнесу. Новая работа. Не факт, что вы захотите поменять работу. смотрите, здесь, если у вас будет новая должность, скорее всего, второй месяц вы откажетесь от этой новой должности и вернетесь, либо вернетесь на прежнюю должность, либо вообще поменяете работу. Такое тоже возможно. Так бывает в жизни, девочки. Это не слабость. Да, здесь о слабости речи вообще нет. просто судьба вам дает вот здесь вот эту пиковую ситуацию, чтобы вы поняли, насколько это трудно и что это не ваше. И дальше действительно у вас идет спад, но перемены благоприятны. Вы начнете, вот к третьему месяцу, вы уже начнете ощущать себя счастливыми. Поверьте мне действительно это не слабость, это не поражение, это просто осознание, да, то есть судьба здесь дает вам самое главное это осознание того, что вам вот всего того, к чему вы стремитесь, оно вам не нужно, но вы этого всего добьетесь. Уже просто слышу ваш вопрос, да, а если не добиваться, но здесь вам прямо все будет идти в руки, здесь у вас не получится не добиваться, поэтому вам действительно нужно дойти до этого пика, до этой пиковой ситуации, для того, чтобы все осознать. Если вы не пойдете, если вы не дойдете до этого пика, вы не ощутите, вы не поймете, вам действительно нужен, ну вот называют это уроками, да, но это даже не урок, просто судьба пытается вам объяснить, да, вы же очень хотите, судьба вам дает, возьмите, возьмите, это то, что вы хотели, по-другому у вас осознать не получится, поэтому идите, идите все равно, берите все, что дает судьба, здесь вам зеленый свет, буквально во всем, вы достигнете всего, чего хотели, для того, чтобы осознать, что это вам не нужно, и поменяете полностью направление, пойдете вообще в другую сторону, по колеснице также, то есть во взаимодействии с колесницей, я вижу, что все-таки это не просто перемены, это переезд в другой город, в другую страну, вот больше всего я вижу, смены, смена работы, смена сферы деятельности, может быть, вообще в бизнесе, скажем, такое тоже возможно, я очень редко рассказываю себе, но у меня это было, причем коренным образом, то есть я поставила себе цели, училась, училась, работала, еще дополнительно занималась своим собственным делом, шла к этим целям, добивалась, ну, практически не спала ночами, потому что нужно было и работать, и учиться, еще и собственное дело, и причем и не одно, даже, да, я пробовала сразу несколько направлений, вот, и потом в итоге я нашла как раз такие, ну, то есть почувствовала, просто почувствовала вот то, чем я сейчас занимаюсь, меня это потянуло со страшной силой, я оставила вообще все, все, буквально все и занялась конкретно вот этим делом, то есть вообще полностью поменяла сферу деятельности, и, естественно, как только я начала этим заниматься, я была счастлива, хотя, первые три месяца никакого дохода вообще я не получала, вот, то есть я просто работала, мне это приносило истинное удовольствие, и, честно говоря, и до сих пор то, чем я занимаюсь, мне приносит истинное удовольствие, и мой канал, и те видео, которые я для вас делаю, я думаю, вы это чувствуете, по крайней мере, многие девочки мне говорят, что это очень сильно чувствуется, и также и на личных консультациях мне все абсолютно говорят, что очень чувствуется, что мне это нравится, я занимаюсь этим с любовью, с полной самоотдачей, поэтому, вот так бывает, поэтому, я не думаю, что это плохая ситуация, эта ситуация очень хорошая, потому что она, вот, правда, очень, 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 похожа на мою жизненную ситуацию, которая у меня была несколько лет назад, и так, смотрим, дальше, теперь предупреждение, а, я вам еще не все рассказала по третьему месяцу, давайте продолжим, по третьему месяцу, здесь, смотрите, будут у вас и предложения по работе, и, если это переезд, то все пройдет благополучно, хотя, будут, конечно, у вас некоторые опасения, но, на самом деле, по старшему аркану шут, именно, вот, переезд или какие-то новые начинания, все будет прекрасно, все у вас пойдет, при всем при этом, конечно, у вас будет эйфория, и, я хочу сказать, вы будете счастливы от того, что вы совершили вот сами вот такие просто глобальные перемены, вам это, вам это понравится, то есть, вы уже в третий месяц вы ощутите, ощутите действительно счастье от того, что вы совершили эти перемены, что касается отношений, здесь здесь также начало нового парамана, может быть, может быть, начало какой-то страстной влюбленности, но по-старшему аркану шут лучше именно серьезных отношений не начинать, а вот если вы все-таки этот период пройдете и останетесь в паре или в браке, да, просто здесь сложные будут на самом деле отношения, здесь выяснение, прояснение отношений, да, здесь возможно даже у вас пауза в отношениях произойдет, вот, но здесь возможно примирение и тогда у вас произойдет именно гармония или налаживание ваших отношений в третий месяц, если вы в паре или в браке, если у вас 40 конфликт расставания разрыв развод тоже с переменным успехом на третьему месяцу ваши отношения начнут налаживаться, а вот если вы одинокий, то скорее всего вот здесь все романы, которые будут начинаться, ну это будут такие легкие отношения, легкие отношения сексуального характера, вряд ли здесь будет что-то серьезное, вот, хотя смотрите, здесь качество подарка судьбы все-таки вам дается серьезный мужчина, я еще о нем расскажу, скорее всего появится он к концу третьего месяца, потому что здесь как бы о серьезных отношениях пока речи нет, вот, так что к третьему месяцу действительно у вас все уже начнет налаживаться и вы действительно ощутите уже радость и счастье от всего того, что вы совершили, потому что вот маленький берет три месяца, но очень такие яркие события, действительно коренные перемены. Ну, посмотрим дальше Паш Пентакли, да, то есть основной подарок судьбы в ближайшие три месяца по Пашу Пентакли. Во-первых, вам нужно будет пройти какое-то обучение, сводить новые знания вот здесь для того, чтобы потому что действительно у вас идет либо сфера деятельности, может быть даже смена профессии. Получите прекрасный шанс в работе, то есть будут реальные предложения, очень перспективные, выгодные. Проявить нужно будет смекалку, практичность. Смотрите, будут такие благоприятные сферы, как экономика и делопроизводства. Обучение обязательно. Естественно, все предложения, все, что здесь будет, будет очень выгодно. И я хочу сказать, что успешное начало у вас будет, успешное обучение, успешное начало новой деятельности. Скорее всего, будет какое-то выгодное предложение сотрудничества человека, вот как раз таки мужчина, ну по упажу может быть и мужчина и женщина находчивый, практичный, но несколько корыстный. И также для личных отношений тоже судьба дает вам подарок. Это мужчина практичный, продуманный, серьезный, с серьезными намерениями именно на семью и брак. появится скорее к концу третьего месяца этот мужчина в вашей жизни. До этого идут легкие отношения, несерьезные либо разрыв отношений, поэтому здесь скорее к концу третьего месяца появится мужчина вполне серьезный. Для бизнеса я сказала, что партнерские отношения прекрасные, ну и также будут то есть вам для продвижения вашего бизнеса либо для начала здесь я говорила о начале либо нового бизнеса, либо нового направления в бизнесе вам все равно нужно будет обучение. Дальше смотрим предупреждение от рыцаря Жезлов решиться наконец-то на то, на что вы долго решиться не осмеливались. То есть конкретно на вот эти самые перемены нужно на них решиться. да, то есть принять эти перемены. Точнее даже не принять здесь же не судьба, судьба вам дает все, да, и потом и дает вам осознание, да, то есть вы начинаете понимать, реально смотреть на жизнь, а вот к переменам к этим вы приходите сами. Так вот решитесь на эти перемены, они вам во благо. И совет теперь от старшего аркана колесница действительно решиться на эти перемены, совершить эти перемены, ничего не бояться, сделать так, как вам хочется. вот и здесь по колеснице конечно во благо любые перемены, переезд, перемены в личной жизни, перемены в бизнесе, в работе, смена работы, новые направления в бизнесе, новое направление в бизнесе, еще здесь как подсказка связи с заграницей, переезд в другой город или в другую страну, все очень и очень благоприятно. кстати здесь может быть у вас переезд даже, то есть возможно вы не в конце третьего месяца мужчину встретите, а возможно пораньше и здесь вам будет трудно решиться на перемены второй месяц, возможно это переезд как раз таки к вашему мужчине, с которым у вас к примеру роман по интернету или просто с мужчиной с другого города из другой страны, да, то есть конкретно решитесь на переезд к этому мужчине, это будет благоприятно все у вас получится. Вот что я здесь вижу, то есть здесь любые перемены будут очень и очень благоприятны. Совет от колесницы конечно решиться на эти перемены, к тому же все эти перемены конечно же по судьбе, просто вы смотрите вот еще один момент, почему судьба вас здесь доводит до пика, то есть дает вам все для сознания, да, я уже это объясняла, иначе действительно вы просто не поймете и это то, чего вы хотите, вам дает судьба, а вот эти перемены вам во благо, просто давно, давно эти перемены уже назрели, вы давно к этому должны были прийти, но никак, как бы судьба не пыталась вас к этому подтолкнуть, никак, вы не, то есть вы, иначе говоря, вы стремитесь и ставите себе цели, которые, ну скажем, у соседа есть машина, и мне, значит, машина нужна, нужна цель, это моя цель, мне нужна машина, да, там, вдруг заработал миллион рублей, и мне надо заработать, да, то есть добиться там какой-то должности, заработать там или еще что-то, и ставите себе, как будто это ваша цель, на самом деле она не ваша, вот, вот это вот как раз-таки та жизнь, которая будет, которая ваша, и которая будет приносить вам удовольствие, Потому что чаще всего мы добиваемся в жизни чего-то того, что принято, чего-то лучшего, что принято обществом, а не то, что нужно лично нам. Так вот здесь как раз-таки наконец-то судьба вам даёт всё, потом приходит осознание, и вы идёте туда, как раз-таки к вашей жизни, к вашей счастливой жизни по судьбе. Вот таким образом вас судьба приводит к этому счастью, которая судьба для вас задумала, потому что по-другому, видимо, я по картам вижу, что судьба уже пыталась вас к этой жизни привести, но никак, поэтому уже решила дать вам всё, чего вы хотите, для того, чтобы вы наконец-то осознали, что вам нужно в этой жизни. Вот такая интересная ситуация по третьей позиции, по третьей колоде. Недаром колода называется зеркало судьбы. Здесь как раз-таки вот именно прям видно, видно, каким образом судьба вас ведёт к лучшей жизни. И на этом я перехожу к последней, четвёртой колоде. А, девочки, посмотрите, вот здесь сверху подсказки на другие мои видео, которые также помогут вам сделать вашу жизнь лучше, ответят на все ваши вопросы. Посмотрите их обязательно и переходите в конец видео, там, как всегда, будет карта исполнения желаний. А я перехожу к колоде Таро Аркану. И теперь смотрим по колоде Таро Аркану, какие же вас ждут события и что приготовила для вас судьба в ближайшие три месяца. Итак, объясняю вам, как высчитывать время, да, ближайшие три месяца, девочки, с момента просмотра вами данного видео. Посмотрите, какого числа вы данное видео посмотрели. Первый месяц отсчитывайте ровно 30 дней. И также второй месяц и третий. Сейчас спросите, а если 31 день в месяц? Считайте, к примеру, с 5 по 5, с 15 по 15. Итак. Что приготовила вам судьба в ближайший месяц, ближайшие два месяца, и ближайшие три месяца. Главное событие, подарок судьбы, давайте посмотрим для вас. Переезд какой-то вас ждет. Этот переезд вам по судьбе через месяц, то есть на второй месяц. Также предупреждение карт, чего нужно избежать, посмотрим. И совет, совет вам рассказать, что делать. Итак, девочки, рассказываю вам. Итак, смотрим первый месяц. Судьба приготовила вам встречу с очень чувственным, веселым, добрым, очаровательным мужчиной. Вполне могут быть перспективные отношения, то есть именно для брака по королю кубков. Мужчина действительно будет приятный, сильный, добрый. Для тех, кто в отношениях, король кубков говорит о выходе на новый уровень в отношениях. Также у вас в отношениях появится больше романтичности. Почувствуйте действительно верность вашего мужчины, преданность друг другу. Если у вас 40 конкрет расставания, разрыв, развод, ждите. Ваш мужчина сделает шаги для примирения, а также для всех форматов отношений. Девочки, вас ждут подарки и сюрпризы от вашего мужчины в ближайший месяц. Дальше. В работе и бизнесе, смотрите, у вас, возможно, появится какой-то щедрый покровитель. Может быть признание со стороны начальника, если у вас мужчина начальник. Возможно, кто-то из коллег будет вам покровительствовать, помогать. Это может быть наставник, учитель, либо просто авторитетная какая-то личность. То есть это будет реально мужчина, который будет вам помогать. Также здесь, если вы ищете работу, найдете прекрасную работу, работу по призванию, которая будет вам приносить и прибыль, и также удовольствие. Если вы хотите сменить работу, то это очень удачный период для смены работы. Также вам поступит предложение, скорее всего, от мужчины. О какой-то новой работе, то есть какое-то выгодное предложение. Также работа будет приносить вам удовольствие и дыбль. То есть будете довольны, если собираетесь поменять место работы. Если менять не собираетесь, то вас ждет на вашем месте работы признание. Кроме того, работа вдруг начнет вас радовать. Возможно, повышение должности или повышение зарплаты. Также про бизнес теперь. Смотрите, здесь возможно встреча действительно с каким-то новым партнером, который поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. И ваш бизнес начнет приносить больше прибыли, чем даже вы думали. Думали, мечтали. То есть карта прекрасная для всех сфер жизни. А, по здоровью. Все время забываю про здоровье. В принципе, по королю кубков здоровье будет вас радовать. Прогноз благоприятный. И если даже вас что-то беспокоит, то удастся найти хорошего врача. Вот такой прогноз по здоровью. Дальше. Что приготовила судьба для вас второй месяц? Я уже сказала, как высчитывать месяца. Именно с момента просмотра видео. И по шестерке мечей здесь вас ждут перемены. Смотрите. Для кого-то это будет получение выгодного предложения из-за границы. Также возможно эмиграция, переезд за границу, путешествие за границу. Все вопросы, связанные с за границей. Дальше. Для некоторых, кто за границу вообще совсем никак не собирается. Знакомство может быть, да? Знакомство с мужчиной из-за границы. Но кто вообще никак за границей не связан и не собирается, то здесь возможны какие-то новые перспективы. В вашем бизнесе, в личных отношениях, смена работы. Опять-таки, я уже говорила, здесь благоприятна будет смена работы. Скорее всего, первый месяц вам поступит какое-то предложение выгодное, да? А смена работы, если вы собираетесь поменять работу, произойдет уже во втором месяце. Очень благоприятен здесь, конечно, будет переезд. Любой переезд, путешествие, особенно за границу. Дальше. Что касается бизнеса, выход. Выход именно, ну, то есть расширение бизнеса, расширение сферы влияния в бизнесе. Выход именно на новый уровень связи с за границей. Это, возможно, и через интернет, то есть с помощью информационных технологий. Вот. То есть, это не обязательно, что вы прям поедете за границу, да? Возможно, заключение контрактов как раз с партнерами из-за границы. Тоже очень благоприятно. Вот. Возможно, у некоторых это проиграется как командировка, например. Или поездка какая-то деловая, да? Какая-то деловая поездка, скажем, для получения документов, для оформления каких-то документов. Либо для заключения договоров. Вот. Ну, или по работе это может быть командировка. А может быть, просто какая-то поездка у вас предстоит во второй месяц. В любом случае, любая поездка, особенно любые связи за границей, все здесь будет очень-очень благоприятно. Дальше. Возможно, здесь, смотрите, возможно, пауза в отношениях, но недолго. И связана она все равно с какой-то поездкой. Причем, если вы были одиноки, у вас встреча произойдет уже первый месяц, да? И второй месяц, вполне возможно, какая-то пауза в отношениях. Но, опять-таки, такая, знаете, вынужденная пауза, да? То есть связанная конкретно либо с вашей поездкой, либо, может быть, отъезд вашего мужчины. Ну, а также я сказала, что здесь, возможно, романы именно по интернету. Вот первый-второй месяц, да? Именно романы по интернету вполне даже возможны. Поэтому, возможно, будет встреча в первый месяц. Если у вас уже роман по интернету, в первый месяц будет встреча. И потом мужчина уедет пока обратно к себе. Хотя я вижу именно построение серьезных отношений. Я вам сказала, что здесь есть перспектива именно серьезных отношений с мужчиной. Вот, так что имейте это в виду. Ну, и по здоровью, я не сказала, по шестерке мечей. У некоторых может возникнуть необходимость лечения за границей. Вот, ну, вообще, в принципе, здесь по шестерке мечей. Очень хорошие перспективы именно для выздоровления. Если какие-то все-таки заболевания у вас будут на данный период. Также еще совет карты, что для улучшения здоровья, возможно, вам нужно сменить либо способ жизни, либо место проживания. Вот, и обратите внимание на органы дыхания. Дальше. Теперь переходим к третьему месяцу. Что же приготовила вам судьба именно в третий месяц? И по восьмерке пентаклей вам придется очень много работать на работе, в бизнесе или даже, возможно, на доотношениях. Действительно будет большое количество работы. Притирка в отношениях. Это может быть в коллективе. Возможно, налаживание партнерских отношений. Либо придирка именно в личных отношениях. Возможен брак по расчету с вашей стороны или со стороны вашего мужчины. Не говорю здесь для тех, кто одинок, по той простой причине, что я вижу встречу вот здесь в первый месяц. Но если в первый месяц вы мужчину не встретите, то здесь, возможно, встреча. Но здесь имейте в виду, что есть именно материальный расчет. Хотя вот по восьмерке пентаклей отношения вполне, то есть они сразу будут очень даже серьезными с перспективой брака. Если у вас 40 конфликт расставания, разрыв, развод. Но если здесь пауза, то пауза закончится уже во второй месяц. Это короткая пауза будет в ваших отношениях. И здесь уже тем более у вас такая гармония в отношениях, взаимопонимание. Единственное, чего здесь мало по восьмерке пентаклей в ваших отношениях. Это именно чувственности, страсти, эмоциональности. Но в целом отношения по восьмерке пентаклей, если вы в паре или в браке, будут прекрасные. Если у вас 40 конфликтов расставания, разрыв, развод, то отношения окончательно наладятся и будут уже дальше более стабильными. Кроме того, по восьмерке пентаклей, возможно, даже переход на новый, более серьезный уровень отношений. Дальше еще по работе и бизнесу. Что я тут хочу сказать еще? Смотрите, да, работы будет много. Вам придется вкладывать очень много сил, времени в работу или в бизнес. Но я хочу сказать, что это будет оправданно. То есть и прибыль вы тоже получите по восьмерке пентаклей. Ну, скажем, либо к концу третьего месяца, либо уже даже в следующий месяц. Если это работа, то, скажем, будет премия в следующем месяце за ваш упорный стабильный труд. Вот, дальше смотрим. Основной подарок судьбы – это тройка жезлов. По тройке жезлов – это однозначно связь с заграницей, переезд, смена работы. То есть это действительно вам будет во благо. Поэтому смотрите, не бойтесь, если вы, к примеру, всю жизнь проработали на одной работе, тут вам поступает какое-то выгодное предложение. Вам обязательно нужно поменять работу. Не бойтесь, это все во благо. Вот, здесь осуществление. То есть судьба вам дает такой подарок, как осуществление любых ваших планов, целей. Рост – это может быть карьерный рост. Да, то есть даже если вы переедете, найдете новую работу, то уже у вас пойдет карьерный рост. И здесь я говорила, да, новая должность в начале. Хотя дальше идут все равно какие-то перемены. Вот, рост бизнеса, выход бизнеса на новый уровень, расширение. Но здесь больше все-таки расширение сферы деятельности и связи с заграницей. Кроме того, здесь ближайшие три месяца, я уже сказала, здесь прибыль будет в конце третьего месяца, либо в четвертом месяце. То есть действительно этот момент тоже судьбоносный. Здесь действительно достижение первого крупного успеха в работе или в бизнесе. В любом новом деле, здесь может быть по шестерке мечей, любое новое дело. И это подтверждает тройка жезлов. То есть любое новое дело будет у вас прекрасно развиваться. Любые контакты с иностранцами будут во благо и будут поездки за границу. Дальше. Для отношений также судьба дает вам такие подарки, как крепкие отношения, укрепление отношений, примирение. Отношения, основанные на страсти и взаимопонимании. Кроме того, возможно, что вы с мужчиной, с вашим партнером займётесь каким-то общим делом. Возможен общий совместный бизнес. Почувствуйте, что у вас общие интересы. И также переход на новую стадию отношений. Возможно, даже вот здесь я сказала брак. Здесь брак по расчёту. Девочки, ну не пугайтесь. Брак по расчёту. Такие браки на самом деле, они самые прочные. Причём расчёт может быть как с вашей стороны, так и со стороны вашего мужчины. Я считаю, что это даже очень хорошо, потому что действительно в практике такие браки самые крепкие. Дальше. Предупреждение. Не сопротивляйтесь, говорит Пятёрка Жезлов. Не вступайте ни в какую борьбу. Не сопротивляйтесь тем переменам, которые даёт вам или посылает вам судьба. Ну и совет по старшему аркану башня заключается в том, что не держитесь за прошлое. Отпустите прошлое. С открытой душой принимайте благоприятные перемены в вашей жизни и будьте счастливы. Вот такой совет даёт вам башня. Причём по башне, конечно, это перемены не резкие, а именно перемены, которые уже давно подготовлены. То есть уже назрели эти перемены, и вы сами это понимаете. Но зачастую мы сами как-то вот не можем сдвинуться с места, поэтому вот судьба даёт нам такие перемены. Здесь перемены, как вы сами виделись, очень даже благоприятные. Не проговорила по здоровью тройку Пентакли, ой, простите, восьмёрку, да, восьмёрку Пентакли, то есть последний месяц именно по здоровью. Здоровье здесь будет хорошее, оно вас будет радовать, здесь уже произойдёт выздоровление, да. Но беречь здоровье, то есть как предупреждение от восьмёрки Пентакли, беречь здоровье, конечно, будет нужно, особенно избегать перегрузок. То есть вкладываться и много работать – это одно, а перегрузки – это совершенно другое, поэтому избегайте перегрузок, конечно же. Ну и успех вас тут ждёт, и успех, и прибыль в конце месяца. Так что перемены благоприятные во всех отношениях. Сейчас обратите внимание на подсказки, которые вот тут вверху появляются. Переходите по этим подсказкам, там это ссылочки на другие мои видео, которые также помогут вам улучшить вашу жизнь и ответят на все ваши вопросы. И переходите, конечно же, в конец видео, там, как всегда, будет карта исполнения желаний. Загадывайте желания правильно. Внизу под этим видео, в инфобоксе, посмотрите ссылочки на мои группы в Одноклассниках ВКонтакте и Фейсбуке. Переходите по этим ссылочкам, подписывайтесь на эти группы. Там как раз-таки размещены правила загадывания желаний. Изучите их, загадывайте желания правильно. А сейчас давайте вместе представим, что ваши желания уже исполнены. Ощутим радость, счастье и удовольствие в исполнении ваших желаний. Раскройтесь и примите вибрации и энергию, которые исходят от этого видео для воплощения ваших желаний в жизнь. Итак, счастливая карта на исполнение всех ваших желаний. Естественно, для всех, кто подписался или подписан на мой канал и поставили лайк под этим видео. Прекрасная карта шестерка кубков, которая говорит о том, что все ваши желания сбудутся. И, во-первых, очень быстро по шестерке кубков. Это максимум 6 дней. Ну, у кого-то, я говорю, 6 минут, 6 часов. Вот. Максимум, я же говорю, 6 дней. То есть очень быстро сбудутся ваши желания. Сбудутся они действительно самым благоприятным образом. Будете просто счастливы, чего я вам искренне и от всей души желаю. А также желаю вам радости побольше в вашей жизни и удовольствии, конечно же. Получайте от жизни удовольствие я. И тогда в вашей жизни будут происходить только позитивные перемены и события. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok